Беседа, 69-я, страница 459. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради парисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Мы должны избегать всех вообще душевредных страстей, но особенно тех из них, которые сами из себя рождают много грехов. Таково, например, сребролюбие. Оно и само по себе тяжкая болезнь, но становится еще тяжелее потому, что оно корень и мать всех зол. Таково же и тщеславие. Вот, например, и эти начальники иудейские отторгались от веры, по любви к славе. Многие, говорит, писания из начальников уверовали в него, но ради парисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Так точно и Христос. Еще прежде говорил им, как вы можете веровать, славу друг от друга принимая, и славы, которую от единого Бога, не ищите. 5.44 Следовательно, они были не князья, а рабы, и рабы самые низкие. Впрочем, впоследствии этот страх исчез. При апостолах мы нигде не встречаем одержимых этой болезнью. При них обращались к вере и князья, и священники. Неспосланная благодать Святого Духа всех их сделала тверже Адаманта. Но так как теперь это служило еще для них препятствием к вере, то послушай, что говорит Христос. Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. Стих 44. Как бы так, говорил он. Что боитесь вы уверовать в меня? Вера в меня, равно как и неверие, через меня переходит к Богу. Смотри, как всегда, и во всем обнаруживает он совершенное равенство своего существа. И не сказал, кто верует мне, чтобы кто не подумал, будто он здесь говорит о своих словах, что можно было сказать о людях. Например, кто верует апостолам, верует не им, а Богу. Но чтобы ты знал, что он здесь говорит о вере в свое существо, он не сказал, кто верует моим словам, но верующий в меня. Но почему, скажешь, он нигде не сказал наоборот, кто верует в отца, верует не в отца, а в меня. Потому что возразили бы, вот мы веруем в отца, а в тебя не веруем. Ведь они были еще очень немощны. Потому, беседой с учениками, он сказал им так, веруете в Бога и в меня веруете. 14.2 А с иудеями, видя, что они по своей немощи еще не могут услышать такие слова, ведет речь иначе. Им он показывает, что невозможно уверовать в отца, не уверовав в него. И что бы ты ни подумал, будто это сказано в том же смысле, в каком может быть сказано и в отношении к человеку, он присовокупляет. И видящий меня видит пославшего меня. Стих 45. Что же, значит Бог существо телесное? Вовсе нет. Христос говорит здесь о видении умственном. И тем опять показывает свое единосущее. Но что значит слова, верующие в меня? Это тоже, как если бы кто сказал, кто берет воду в реке, берет ее не из реки, а из источника. А впрочем, и это еще весьма слабое подобие настоящего предмета. Я свет пришел в мир. Так как отец везде называется светом, и в ветхом, и в новом завете, то и он прилагает к себе это название. Поэтому и Павел, научившись отсюда, называет его сиянием. Вообще он здесь показывает великое сродство с отцом. И не полагает никакого различия, потому что вера в него, говорит, не к нему относится, а переходит к отцу. А светом он себя назвал потому, что он уничтожает заблуждение и рассеивает умственный мрак. «Если кто меня не слушает, то я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Стих 47. «Чтобы не подумали, будто он по немощи не обращал внимания на них, которые пренебрегали им, для этого он сказал, не пришел, чтобы судить мир». Потом, чтобы не сделали от этого нерадивие, узнав, что если верующий получает спасение, зато и неверующий не подвергается наказанию, «Смотри, как он поставляет им на вид и страшный суд, присовокупляя следующие слова. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Но если Отец не судит никого, и ты пришел не с тем, чтобы судить мир, так кто же его будет судить? Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день. Так как они говорили, будто он не от Бога, то он и сказал так, показывая, что для них тогда не будет возможности говорить это. Но слова, которые я изрек ныне, предстанут вместо обвинителя, будут обличать их, отнимут у них всякое оправдание. «И слово я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И все другие подобные слова, следовательно, это говорилось так только для них, чтобы они не могли иметь никакого предлога к извинению. В противном случае, какое Христос будет иметь преимущество перед Исаией ее? Ведь этот последний говорит то же самое. «Господь научает народы, чтобы разумить, что подобает сказать слово». Исаия 54 «Какое пред Иеремию, который также, когда был послан, получил вдохновение? Какое перед Иезекиилем? Ведь и этот говорил после того, как поглотил свиток. При том же те, которые будут слушать его слова, были бы причиной его знания. Если он получил заповедь, что ему говорить только тогда, когда был посылаем, то наконец ты должен будешь сознаться, что он того не знал, прежде чем был послан. А что может быть несчастнее, нечистивее этих слов, если кто станет принимать их в этом смысле и не позаботится узнать причину их уничиженности? Апостол Павел говорит, что даже ученики знали, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Римлянам 12.2 Итак, для того он говорит по-человечески, чтобы хотя этим способом понудить их к тому, чтобы они избегали всего низкого в его словах, зная, что он так говорит не по существу, а по немощи слушателей. Ибо я говорил не от себя, но пославши меня, отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне отец. 49.50 Видишь, как уничиженно эти слова. Ведь кто получит заповедь, тот уже не господин над самим собою. А между тем сам же он говорит, как отец воскрешает мертвых и живит, так и сын, кого хочет, живит. Ежели воскрешает, кого хочет, он имеет власть. А говорит, что хочет, не имеет. Очевидно, он этими словами хочет сказать вот что. Неестественно, чтобы иное говорил он, и иное высказывал я. И зная, что заповедь его есть жизнь вечная. Это он сказал против тех, которые почитали его обманщикам и говорили, будто он пришел на погибель. А словами «я не сужу» показывает, что он нисколько не виновен в их погибели. Этим он как бы так свидетельствует, намереваясь оставить их и больше не обращаться с ними. Беседуя с вами, я ничего не говорил, собственно, от себя, но все от отца. И для того он заключает свою беседу с ними словами уничиженными, чтобы сказать, что при самом конце таков был мой последний голос к ним. Какой же именно? Как сказал мне отец, так говорю. Если бы я был противником Богу, я бы сказал напротив, что я ничего не говорю угодного Богу, чтобы всю славу присвоить себе. Но я все отношу к нему, так что даже ничего своего не говорю. Почему же вы не верите мне, когда я говорю, что я получил заповедь, и когда с такой силой опровергаю ваше неправое мнение, будто я противлюсь отцу? Не можно ни делать, ни говорить ничего другого, кроме того, что угодно пославшим их. До тех пор, пока они во всей сочности не исполнят заповеди, так и мне нельзя ни делать, ни говорить ничего другого, кроме того, что хочет отец. Что делаю я, то творит он, потому он со мною и не оставил меня одним. Видишь, как он всюду показывает, что он тесно соединен со своим родителем, и между ними нет ничего посредствующего. И в том случае, когда он говорит, не от себя пришел, он тем не власть у себя отнимает, а уничтожает лишь мысль, будто он чужд и противен Богу. Ведь если люди властны сами над собою, то тем более единородный сын. А что это справедливо, послушай, что говорит Павел. Умолил себя и предал за нас, телеписан во семь. Но, как я сказал, страшно, истинно страшно тщеславие. Оно было причиной, что эти люди не веровали, и другие худо веровали. И что слова, которые Христос говорил для их же самих, из человеколюбия, они обращали в повод к нечестью. 462. Итак, будем всячески избегать этого зверя. Он бывает различного рода и вида, и разливает свой яд на все, и на сокровище, и на удовольствие, и на красоту телесную. Потому-то мы везде и приступаем к границе нужды. Оттого и роскошь в одежде, и большая толпа слуг. Оттого пренебрегается умеренность во всем, и в домах, и в одежде, и в столе. А роскошь господствует. Ты хочешь наслаждаться славой? Подавай милостыню. Тогда тебя похвалят ангелы. Тогда тебя прославит Бог. А теперь вся слава достается на долю золотых дел мастеров и ткачей. Ты же остаешься без венца, и нередко видишь себя обременяемой проклятиями. Не обвешивай ты всем этим своего тела. А издержки, все это на пропитание нищих, и со всех сторон будут рукоплескания. Отовсюду великая похвала. Тогда именно ты будешь этим обладать, когда будешь раздавать другим. А покуда ты пользуешься одна, ты не владеешь. Дом – ненадежное хранилище. Неверное хранилище – это руки нищих. И зачем ты украшаешь тело, между тем, как душа остается в небрежении и покрыта нечистотою? Зачем ты не столько заботишься о душе, сколько о теле? Ведь о ней следовало бы даже больше заботиться. По крайней мере, возлюбленные будем иметь о ней хоть такое же попечение. Скажи мне, если бы кто спросил у тебя, чего бы ты лучше желала, тело ли иметь чистое, здоровое и прекрасное, а деяние носить бедное, или иметь тело уродливое и больное, находить в золоте и щеголять убранством? Не гораздо ли скорее ты захотела бы иметь благообразие в самой природе своего тела, чем в пышности одежды? Уже ли же ты по отношению к телу пожелаешь этого, а по отношению к душе противного? Имей душу отвратительную, безобразную и черную. Уже ли ты думаешь что-нибудь выиграть через золотые украшения? Не крайне ли это безумие? Обрати выше эти украшения внутрь и этими ожерельями убери свою душу. Когда они лежат на теле, они не служат ни к его здоровью, ни к красоте. Ведь они не сделают ни черного белым, ни безобразного красивым и благовидным. Но если ты украсишь ими душу, то скоро сделаешь ее из черной белую, из отвратительной и безобразной, прекрасной и благовидною. Это не мое слово. Но самого Господа, который говорит так. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Исаа 1.18 Еще давайте милостыню, и тогда все чистым будет. Лука 11.41 И не себя только, а и мужа своего ты сделаешь прекрасным, если будешь поступать таким образом. Когда мужья увидят, что вы оставили эти украшения, тогда они уже не будут иметь надобности в больших издержках. А не имея этой надобности, они вовсе отстанут от любостяжания и будут более склонны к милостыне. Да и вы тогда в состоянии будете смело советовать им делать то, что следует. А теперь вы совершенно лишены этой власти. В самом деле, какими устами вы будете говорить им это? Какими глазами будете смотреть, требуя от мужей, чтобы они подавали милостыню, когда большую часть вы издерживаете на украшение тела? Тогда ты в состоянии будешь смело говорить мужу о милостыне, когда оставишь золотые украшения. И если бы даже ты нисколько в том не успела, по крайней мере ты исполнишь со своей стороны все. А впрочем, невозможно, чтобы ты не убедила своего мужа, когда будешь говорить ему самыми делами. Откуда, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7.16 Потому, как теперь ты дашь ответ и за себя, и за него, так если отложишь весь этот внешний блеск, получишь сугубый венец, и будешь торжествовать, нося венец вместе с мужем, в бесконечные веки, и будешь наслаждаться вечными благами, которых и досподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь!